Здравствуйте дорогие друзья и предваряя, наверное, те ролики, которые будут поставлены Игорем и Александром Ядаринкиным, специально я не смотрел эти ролики, и я хочу высказаться на ту же самую тему. Поэтому, женщины, девушки, женский пол, как с точки зрения мужчины обстоят дела, и как с этим бороться, если вообще стоит бороться, есть ли с чем бороться. Итак, женщины в Австралии. Первое, что я бы хотел сказать, а глобализация изменяет и стирает все границы. Таким образом, вы не можете говорить, вот мы русские, а вот они австралы, или там в Америке, а вот у нас. Ничего подобного уже нет, все стерто. И то, что, как бы, за что вы боролись, на то вы и напоролись. Хорошо или плохо, не мне судить, но лично я могу адаптироваться к любой обстановке. Лично мне нравится то, что происходит со мной в стране, далекой от России. Но вам, по всей видимости, зачастую это не нравится. И давайте все-таки будем честны сами с собой, ваши родители, и вы боретесь за то, чтобы быть частью всемирного такого общества. Вы эту часть получили, вы часть уже, скажем так, этого общества, но, пожалуйста, получайте его в целостности, это общество. Не пытайтесь выделить что-то единое. Здесь, в этом западном обществе, в этом новом мировом порядке, в этой глобальной системе, феминизм, даже, наверное, с точки зрения женщин, немножко зашел слишком далеко. Но таковы правила игры, такие правила игры установлены за вас, и вы, вливаясь в этот мир, должны им следовать. Поэтому не стоит, господа, мужчины, жаловаться. Таков мир. Второй аспект, а всего их будет, как всегда, пять, вторым аспектом является отсутствие национальной идеи. Понимаете, когда что-то происходит из рук вон выходящее, вы всегда можете опираться на какую-то национальную идею, может быть, она и даже вымышленная. Ну, давайте скажем так, в России или в русской культуре, может быть, этого никогда и не было, но, по крайней мере, мы всегда думали о тургеневской девушке, некрасовской женщине. Мы привыкли к тому, что, по крайней мере, в советское время, в принципе, не было. То, что было разрушено в первые годы советской власти, это теория стакана воды, все эти деятели типа Маркса, типа Каланта и так далее, и так далее, это все ушло. Ну, и со времен уже Сталина, Хрещева, Брежнева, вернулась какая-то мораль. Короче говоря, произошел почти полный возврат, по крайней мере, к этим идеалам. Но мы вычеркнули это, мы осознанно вошли в новое демократическое западное цивилизованное общество. Получайте его. Национальной идеи в России нет, как в принципе нет и нации. Потому что все национальности заявляют о своей обособленности, мягко или жестко. И русские, в принципе, единственные, которые этого не заявляют. Но опять-таки, самовыделяться в одной стране достаточно тяжело. Должна быть какая-нибудь русская, может быть, уже в кавычке, но национальная, жесткая национальная идея. Русский, пусть в кавычках, то есть российский, но жесткий национализм. Этого нет, это преднамеренно, этого нет. Ну, это ваши, господа, проблемы. Но когда вы приезжаете в Австралию, вы должны понимать, австралийского национализма нету тоже. И Австралия, как нация, так и не сформировалась. И ей кто-то внутри, кто-то снаружи, видимо, это не дает. Следите за средствами массовой информации, внимательно, вдумчиво читайте, обогащайтесь, получайте всесторонние знания. И, может быть, вы найдете причины, а значит, и лекарство от отсутствия здоровой национальной идеи. Но оно так и есть. Теперь давайте посмотрим на альтернативы. Не нравится вам это общество или, скажем так, общество вам нравится, но не нравится вам то, как себя ведут женщины. Что касается национальной идеи, то же самое и в Австралии. Вы можете видеть, что тоже женщины, в общем-то, ведут себя не очень. Даже в средствах массовой информации, о чем я говорю, видно, что малолетки какие-то спиваются. Кое-что, если честно, в том же Сиднее видно, что похлеще будет, чем в России. Мы привыкли слышать, что мужчины сильно пьют, но в Австралии очень сильно пьют, курят и ведут себя очень непотребно. Многие девушки, не все, я видел замечательных, я их просто обожаю, журналисток наших, которые работали на радиостанции ТУСМ. Они являются примером, но, скажем так, очень много и негатива, и с этим негативом как-то это общество не особенно борется, и опять-таки нет национальной идеи, но есть альтернативы. Ну, давайте посмотрим. Нравится вам домострой? Ну, я, может быть, не приветствую этого, не подталкиваю вас. Если уж вас это сильно беспокоит, ну, принимайте ислам. Там вроде как женщины более покорные. Мы питаем иллюзии, на мой взгляд, но, может быть, так оно и есть, я не знаю. Что существуют какие-то раи, какие-то Таиланды, какие-то Вьетнамы, какие-то, я не знаю, какие азиатские страны, где женщины покорные, где женщины привержены к дому. Я думаю, что нет дыма без огня. Наверное, это существует. Тут, наверное, даже есть какие-то местные локальные общинки или, не знаю, национальности. Я не знаю, что, но в бывшем Советском Союзе, может быть, где-то в Казахстане есть женщины, которые вам понравятся, или где-нибудь в Бурятии, Калмыкии, может быть, где-то, я не знаю, в Азербайджане. Я не знаю, но есть такие, какие-то комьюнити, пожалуйста, поищите там. И многие австралийцы, если пойдете в Сиднейский ЗАГС, вы увидите, насколько много пар, где мужчина белый и девушка являются азиаткой. И это сплошь и рядом, это вообще уже похоже на правило. Видимо, не только русские мужчины, но и австралийские так реагируют. Пожалуйста, у вас есть такой выбор, реагируйте таким образом. Это можно считать ваше протестное брачное дело. Что еще хотел бы сказать. У нас, у русских мужчин, какая-то есть очень в последнее время неприятная черта, которая особенно заметна в Австралии, ее нету, кстати, в России. Это неуверенность в себе. Но, ребята, те, которые сюда приехали, которых я часто вижу в интернете, на форумах, почему вы судите о себе по мнению других? Почему вы говорите, что мне никого не найти, мне очень сложно, здесь женщины то-то, здесь мужчины сета? Ну, скажем так, вы сюда приехали. Если я не буду брать серых и убогих, которые приехали по каким-то протекшн-визам или национальным каким-то визам, религиозным, или, я не знаю, каким образом, но люди, которые, ну, скажем так, случайно попали сюда и не особенно этого, может быть, заслужили самими личными качествами, но в основной массе вы сюда приехали люди сильные, люди, которые решились на этот шаг, люди, которые скопили денег, а значит, умеют зарабатывать деньги, люди, которые получили образование, выучили язык, устроились в этой жизни, вы уже в какой-то степени победители, ну, что же вы так себя низко-то цените? Почему вы слушаете глупости, которые распространяют на форумах, опять-таки, ребята, ну, сидите вы на каких-то фейсбуках или еще где-то, да, в социальных сетях, вы подумайте, какая нормальная женщина будет проводить часы и часы там? И изредка, чтобы ответить на какой-то постинг какого-то человека и близкого, или по духу, или которым она интересуется, я, может быть, соглашусь. Вы посмотрите, с кем вы там вступаете в дискуссии, с людьми, которые часами и часами проводят, при этом это не связано с их бизнесом. Просто, я не знаю, я разговаривал с некоторыми своими знакомыми и просто спрашивал, мне чисто интересно, как можно жить с женщиной, которая два с половиной, три, три с половиной, четыре часа сидит на фейсбуке или в каком-нибудь социальном форуме, в социальных сетях, а скорее всего в нескольких и сразу еще успевает читать книги и смотреть фильмы. То есть, этот человек уже не семейный. В общем-то, то же самое можно сказать о мужчине. Если уж говорить о том, что какие должны быть женщины, мужчины тоже не должны сидеть в социальных сетях. Настоящий мужчина по домострою, это человек, который уходит слишком рано, возвращается слишком поздно, имеет мало выходных и работает, 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 работает. Спокойный, сильный, уверенный в себе, способный прокормить семью человека, который не будет плакаться в жилетку ни друзьям, ни своей жене, ни обществу. Человек, которого не сбить с ног, не усадить на колени. Если вы соответствуете этому принципу, ну а скажем по нашим достаточно мягким нормам, вы многие этому мужчины соответствуете. Чего же вы как бы слушаете тех, кто говорит вам, что вы какие-то неудачники. И вы не неудачники, и научитесь себе ценить, участвуйте в общественной жизни, меняйте страну, сопротивляйтесь обществу, посмотрите на тех же мусульман. Мы обвиняем часто их в терроризме, в тем, что они не так выглядят, не то едят и так далее, и так далее. Но в какой-то степени они пытаются сохранить и свою семейную жизнь, они пытаются противостоять глобализации. А глобализация, она не всегда хорошая несет. Глобализация это развал наций, развал религии, развал семьи в том числе. Потому что глобализация предусматривает полное уничтожение любых границ, в том числе границ между полами, границ между семьей и окружающей средой. То есть государство будет иметь полный, тотальный контроль над вами, в том числе и на вашей семейной жизни. Чтобы эта семейная жизнь не была прочной, ее разрушают. Это тоже часть глобализации. То есть все общество превращается в огромное количество единиц, с собой никак не связаны. Все гламираты, они в общем-то вредны для такого общества. Боритесь, пытайтесь что-то делать. И на вашем этапе, мужчины дорогие, я скажу, вы достойные люди, но какие-то вы слабые, какие-то поломанные в плане защиты своих интересов. Вы не должны оскорблять женщин, вы не должны обвинять их во всех грехах и вообще ни в каких грехах. Вы все совместно получили общество, которое вы хотели, за которое вы боролись. Вы не боролись за сохранение своих устоев, вы не боретесь и вы не будете бороться. Но по крайней мере постарайтесь побороться за себя. И последнее, пятое, что бы я хотел сказать, женщина это самка. А самка всегда заботится о будущем, о потомстве, о семье, о гнезде и так далее, и так далее. И естественно, самка выбирает альфа самца. Если раньше это было чек-то физические показатели, молодость, физическая сила, привлекательность, рост и так далее, и так далее. Сейчас это больше, наверное, о финансах, о стабильности. Может нам это не нравится, но так оно и есть. Но безусловно, что внешние показатели, молодость, красота, физические данные, все это никуда не ушло. Это все присутствует и, наверное, даже превалирует. Но все-таки люди хотят финансовой стабильности. Проблема женщин, наверное, в том, что они с этим обсесс. Они уже во многом поддались на средства массовой информации, на вот эту, ту же самую глобализацию, где говорится, любой ценой, чем больше денег, тем лучше. Любой ценой, эта цена будет цена вашего семейного счастья. Потому что самое страшное последствия глобализации, феминизации и так далее, что мужчины перестают сопротивляться. И более того, им это нравится. И если это им нравится, значит их стремление создавать семью и находить лучшую самку сводится просто к тому, чтобы на короткое время найти наиболее удобную, лучшую самку именно для кратковременных встреч или встреч постоянных, но не совместной жизни. Это очень удобно, это очень дешево, это абсолютно безопасно в плане того, что никто не будет претендовать на вашу собственность. Если женщинам это не нравится, извините, вы сами этого, дорогие дамы, хотите. Не все, наверное, не все. Или каждая не в полной мере. Да, но вы поддерживаете это состояние. Вы, в принципе, не ставите барьер другим женщинам, которые очень горластые и которые продвигают эту феминизацию за пределы каких-то разумных рамок. И мужчинам это начинает нравиться. Так что в этом плане мои поздравления. Я думаю, что безусловно за женщинами надо признать их биологическое право на выбор лучшего самца. Но все-таки надо менять общество, надо менять свою культуру, отношения к себе и надо ставить приоритеты. И это уже обращение не только к мужчинам, но и к женщинам. Я с огромным удовольствием посмотрю, что поставят наши выдающиеся блогеры Игорь Австралии без купюр и Саша Ядаринкин, Алекс Ядаринкин. Но это не ангажированное мнение, не измененная точка зрения моих боевых товарищей. И я имею право на то, чтобы его выложить. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Пожалуйста, делайте комменты, ставьте ваши лайки, делитесь этой информацией с другими. Оспаривайте точку зрения, предлагайте другие какие-то варианты развития событий и тематику. И я буду только рад. Большое спасибо. 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 Спасибо.